всем привет привет а народная традиция всегда интересно она кроме прочего дает ощущение причастности к давно ушедшим векам к тому веселью которые позволяли себе далекие предки людей проживающих рядом джер на 4 просто чвардик один из таких очень популярных польши праздников что это за день как связан с пастой когда и как отмечается сейчас мы вам об этом расскажем что такое толстый чвардик толстый чвардик это народный праздник польши приходящийся на последний четверг перед великим постом жирный праздник назвали из-за огромного количества пищи в том числе приготовленные на масле или сале употребляемые в этот день существует также традиции народного гуляния карнавалов и других развлечений жирный четверг праздник имеет много аналогичных действий в соседних странах но везде отличается своей спецификой где-то этот день смещается на вторник например у англосаксов это жирный торт где-то растягивается на неделю к примеру знаменитая масленица масленичные недели у многих восточнославянских народов все эти праздники включая толстый чвардик восходит древним языческим традициям проводу зимы встречу весны позже с появлением христианства жирный четверг был адаптирован под религиозные реалии и стал предшествовать великому посту однако полностью церковным данный праздник не является церковь в принципе не отмечает этот день на уровне культовых мероприятий поэтому толстый чвардик часто называют народно-христианским когда будет жирный четверг больше раз праздник привязан к великому посту а тот в свою очередь к пасхе надо которые все время перемещается то и у пустого чвардика число не постоянно не удаваясь в подробности технологии расчета скажем что праздноваться пусты чвардик будет 11 ноября то есть сегодня имея языческие корни праздник представлял собой своеобразный день обжорства когда поляки готовили массу различных блюд прежде всего мясных и мучных и с удовольствием лакомыми с ними дома или в гостях многие историки полагают что подобные гуляния были прежде всего связаны с наступающей весной и как следствие потепления заготовленные впрок продукты могли начать портиться и был смысл уменьшить их запасов не случайно одно из названий праздника остатки однако подчеркнем это пусть и распространенная но все же гипотеза точно сохранились описание гуляний причем толстый чвардик имел ярко выраженную региональную окраску традиции которые отвечались достаточно сильно несколько известных примеров в алькушском повяте повят алькушский хозяйки пекли дома много выпечки а потом сносили ее в ближайшую корчму где и кушали одновременно женщины плясали специальный танец подпрыгивая под музыку как можно выше считалось что чем выше прыгнет женщина тем лучше уродиться у нее конопля которую если кто не знает использовали для производства ткани поздно не в этот день устраивали так называемый цумбер или цумпер девушки устраивали посиделки по придухе и приглашали на него молодых людей чтобы накормить и напоить водкой алкоголь вообще является непременным атрибутом жирного четверга во многих поветах бабским цумпером называли праздник в кракове там всем заправляли уличные торговки в этот день они наряжались в забавные костюмы устанавливали на центральной площади соломенную куклу накрывали столы в торговых рядах и заманивали к себе мужчин заставляя с ними танцевать все кто отказывался должен был заплатить согласившихся обильно угощали едой и выпивкой кульминации становилась обряд разрыванию куклы хожей на краковский был праздник в селесском селе же правда там его называли цомбжич или цембжич и танцевали не на площади а на улицах города со временем традиции достаточно сильно унифицировались но в некоторых различия можно встретить в праздновании жирного четверга и и сегодня даже по названию праздника иногда можно услышать и но и встречаются наименования грязный четверг или женский четверг при этом традиции бурно отмечать праздник сохранились до относительно недавнего времени вот так пример описывал гуляния известный польский поэт владыслав броневский 1897-1962 год гора пальчиков за том гура тусты плацки с конфитюром за плацками мисо хрусту вот он деща и соуза пусты 6 джиньца ущел заяда а вечером маскарада я на положил бойца спотни почему борзу невыгоднее зоща сутни бабчи марты и копил уж ей подарки франы ксаджи взял узком не нам но он давать цена уже на тусты чвартек чем сва воли уж не часом джушек поле тут и масса выпечки и костюмированные гуляния и даже возможность помаяться животом к вечеру что говорил в стихах в настоящее время традиции праздновать жир на четверг сохранилась но сместилась в более кулинарную сторону настоящим символом толстой чвартек является пончик огромный ассортимент масса различных рецептов кушанье подаю продают и в магазинах и уличных лотков крови пончиков традиционно пекут оладьи помпухи сдобные пышки рассухи хворост хруст дома готовят большое количество мясных блюд в некоторых городах и поселках устраивают народные гуляния традиция уличных карнавалов очень распространенная у многих соседей в этот день больше только начала восстанавливать вот так примеру выглядели улицу польского города волославы в 2016 году к сожалению во времена пандемии рассчитывать на массовое гуляние не приходится но это не значит что жирный четверг будет совсем отменен во многих школах родители передают детьми угощение которые они потом и поедают всем классом однако происходит так не во всех учебных заведениях и педагоги всегда просят уточнять заранее планируются ли подобные мероприятия чтобы не оказалось что кто-то из детей принес сладости а кто-то нет напомним и о том что оффлайн сейчас учатся только с 1 по 3 класса а значит дети старше точно не могут рассчитывать на пустую чварток в школе тематические вечеринки ночных клубах и на дискотеках не редкость не обходят они стороной и жир на четверг однако и эти заведения в большинстве своем закрыты из-за коронавируса хоть некоторые обещают не подчиниться правительственным распоряжением и возобновить работу но мы сторонники гулять во времена запретов искать приключения на свои но сами знаете что поэтому сегодняшний виде имеет домашний формат на следующий год я думаю мы побываем на карнавале все вам расскажем покажем возможность посещения графика работы и культурную программу надо выяснить на сайтах конкретных что надо не забыть перед жирным четвергом если вы хотите справить праздник дома в польской традиции и или сходить в гости надо озаботиться покупку угощения кончики в тулстый чварток достать очень трудно а покупатель заранее стоит из-за небольшого срока года примеру выглядит очередь за кончиками соответственно нужно рассчитать время так чтобы хватило и на очередь и на празднование интересного польского праздника жирного четверга напомним что узнать о скидках и акциях крупных польских сетях можно специальных газетках буклетах от супермаркета ну а также в приложениях которые идут к этим магазинам сетевым ну вроде что знали рассказали вам об этом и так поздравляем наших зрителей и друзей с тулстым чвартком спасибо всем кто смотрит и поддерживает нас засим все всем пока